Здравствуйте! С вами Ирина Бондарь. Все это время мы с вами работали с темой по умолчанию. Что такое тема? Это визуальная часть сайта, то есть та часть, которую видит любой посетитель вашего веб-ресурса. Так же, как и движок WordPress, тема состоит из структурированного набора файлов и папок, которые формируют графический интерфейс с лежащим в основе дизайном для сайта. В WordPress темы также называют шаблонами. Переходим в административную панель. Консорт для управления темами называется «Внешний вид». Наводите на пиктограмму. Здесь есть, кроме раздела темы, еще раздел «Виджеты», «Меню», «Заголовок», «Фон» и «Редактор». Для того, чтобы просмотреть весь перечень тем, которые сейчас по умолчанию у нас существуют, жмем «Темы». Сверху отображается та тема, которая сейчас установлена, и ниже темы, которые доступны на активацию. Здесь вы можете управлять темами, удалить полностью, почитать детали, просмотреть, как она будет выглядеть после активации. Вторая тема, которая установлена вместе с WordPress. Слева видим базовые настройки. Можно сменить название и описание сайта, изменить цвет фона. Сейчас серый. Давайте изменим на какой-нибудь оранжевый. Далее жмем «Текущий цвет». И видим, что подсветилась сверху оранжевая полосочка и снизу. Далее можно изменить изображение заголовка. Кликаем «Выбираем из существующих». Сразу просматриваем изменения. Так, давайте закроем. Далее можно настроить фоновое изображение. Жмем на поле «Нет изображения» и выбираем файл. Далее открываете на своем компьютере ту папку, в которой лежит ваше фоновое изображение. Жмете на нее два раза. И ниже устанавливаете, как она будет отображаться. «Замостить» по горизонтали, по вертикали. Слева по центру я поставлю. И зафиксировано. То есть она не будет прокручиваться. У меня на главной странице выводятся последние записи. Отсюда вы тоже можете настроить индивидуальный вывод, какая страница будет главной. И вот видим сразу изменения об авторе, либо меняете на какую-нибудь другую. Так, после того, как все настроили, жмем «Сохранить» и «Активировать». Прокручиваем. И видите, что фон остается на месте, не прокручивается, так как мы выставили для него зафиксированную позицию. Переходим в управление темами. Для каждой темы существуют свои индивидуальные настройки. Иногда после того, как вы установили тему, для нее может создаться отдельная консоль. То есть здесь вот где-то появится пиктограммка с настройками для темы. Либо настройки могут появиться в выпадающем списке консоли управления темами. Переходим, кликнув по ссылочке в данный раздел. В консоль меню вы можете попасть из раздела «Внешний вид» и выберите меню для быстрого входа. Придумываем здесь название. Так, главное меню. Жмем «Создать меню». Далее у нас появился здесь блок «Области темы». Ваша тема поддерживает одно меню. Выберите, какое меню вы хотите использовать. Еще раз повторю, что эти настройки касаются только той темы, которую мы сейчас активировали. И для каждой темы они разные. Выбираем здесь основная навигация. У нас пока только одно меню. Главное меню «Сохранить». Настройки сохранены, но сейчас давайте перейдем на сайт, обновимся. Видим, что пропала горизонтальная строка с пунктами меню. Страницы здесь выводили. Потому что у нас здесь не существует пока ни одного пункта. Для этого переходим в левый блок. Смотрим. Здесь выводятся страницы, рубрики, произвольные ссылки. Вы можете задать здесь произвольную ссылку, вывести. Давайте, к примеру, Яндекс. Яндекс.ру. Текст на ссылке Яндекс. Жмем «Добавить». Давайте еще добавим несколько страниц. Также, обратите внимание, добавляем еще и вложенную страницу, чтобы посмотреть, как у нас работает выпадающее меню горизонтальное. Жмем «Добавить». Здесь сейчас странички добавились. Идем далее. И здесь есть возможность еще даже добавить рубрики. Отмечаете нужные чекбоксы. Жмем «Добавить». И только после этого сохраняемся, когда все пункты созданы. Сохранить меню. Переходим на сайт. Обновляемся. Вот наша панель опять появилась. Но у нас есть родительские страницы с вложенностью по одной дополнительной странице внутри. И мы сейчас этого не видим. Почему? Потому что здесь все фиксируется на одном уровне. То есть здесь, чтобы создать иерархию, нужно схватить панельку, которая должна выпадать. То есть, допустим, у нас по наведению на ссылку Яндекс должно выпадать еще два пункта в меню. Переходим. Выбираем те страницы. Заметьте, что кликая левой кнопочкой мышки, у нас появляется такая пунктирная область. И вы можете перетащить в страницу в любое место. То есть можете, если хотите изменить здесь порядок отображения, то здесь просто захватываете левой кнопкой мышки и начинаете таскать, куда вам нужно. Для того, чтобы создать вложенность, перетаскиваем ниже Яндекса и чуть-чуть вправо двигаем мышкой, не отпуская панельку. Все. Давайте еще одну добавим об авторе, перенесем и тоже сделаем вложенность. Жмем «Сохранить». Переходим, обновляемся. Теперь подводим к меню Яндекс. Вот выпадают наши ссылочки. Об авторе переходим на страницу соответствующую. Итак, мы с вами установили тему, которая находилась у нас в административной панели. Кликаем по пиктограммке, заходим снова в режим управления тем. Второй способ установки шаблона. Переходим на вкладку «Установить темы». Выбираем здесь «Загрузить». Кнопочку «Обзор» и выбираем путь, где находится тема, которую вы хотите установить. Конечно, подразумевается, что вы уже нашли тему, которая вам нравится и хотите уже ее устанавливать. Зайдите в раздел «Инструменты», «Шаблоны». Здесь я подготовила одну тестовую тему. Жмем два раза, жмем «Установить». Информация о том, что тема установлена. С данной консоли мы можем сразу перейти в «Просмотр», активировать тему или вернуться на страницу тем. Переходим на страницу тем. Видим, что у нас добавилась еще одна тема, которую мы самостоятельно нашли по WordPress. Установили. И здесь уже есть возможность ее активировать. Либо просмотреть. Я жму сразу «Активировать». Новая тема активирована. Давайте посмотрим. Здесь у нас появились куча пиктограммок различных. Открываем панельку полностью. Это бесплатный шаблон, но у него много функций. Можно создать галерею, портфолио и так далее. В каждой консоли свои настройки. Допустим, я кликаю на портфолио. Здесь создаю какие-то панельки. Далее смотрю, как это будет выглядеть на сайте. Прежде чем устанавливать тему на сайт, почитайте документацию к ней. Перейдите на сайт автора темы. И посмотрите, какие настройки рекомендуется выбирать для корректной работы. Давайте глянем, как выглядит наш сайт обновить. Вот мы с вами установили эту тему и как она будет выглядеть. Вот таким вот образом. Сейчас не очень красиво эти блоки. Все в разных местах. Как-то не компактно смотрятся. Но опять-таки это все нужно смотреть по документации, какие меню как выводятся. Давайте только главную сейчас, горизонтальную панель настроим. Перейдем в меню. И посмотрим, почему вложенность не соблюдается. Видим, что для этого меню уже есть два выбора. То есть мы можем настроить вывод созданных меню. Здесь вот сколько их будет. Уже конкретно к этой теме. Вот одна позиция и вторая позиция. Давайте это же меню создадим в двух позициях. Главное меню и здесь выбираем тоже главное меню. Жмем сохранить. Переходим на сайт, обновляемся. Все, здесь у нас ничего больше не сыпется. Подводим и видим пункты меню, которые выскакивают. Все как нам и нужно. Далее подробно о выводе блоков, как они выводятся, как их можно настраивать, поговорим в следующем видеоуроке. А сейчас переходим к третьему способу, как установить шаблон. Снова переходим на консоль «Внешний вид». Выбираем вкладку «Установить темы». Видим здесь фильтр «Характеристик». И с помощью выбранных ваших чекбоксов, которые вы здесь настроите, можно найти и сразу же установить тему. Жмем «Найти темы». По нашему запросу найдены следующие темы. Давайте первую возьмем какую-нибудь. Можете просмотреть. Я сразу установлю. Обратите внимание, что тема установлена успешно, но она не активирована. То есть она просто попадает в список ваших тем. Вы ее подгрузили. Переходим в раздел «Управление». И видим, вот добавилась. Так, вот она наша тема новая. Отсюда снова можете ее активировать. И точно так же настроить меню именно для темы следующей, следующей, которую вы просматриваете в активированном уже состоянии. Изменить заголовок, изменить фон. Виджеты мы рассмотрим в следующем уроке. Переходим к четвертому способу, как установить шаблон. Для этого давайте изменим шаблон по умолчанию, потому что мы будем подгружать эту же тему, только другим способом. И если мы ее сейчас не удалим, то не сможем заново загрузить. Будет ошибка, так как папка будет уже существовать такая. Давайте выберем «Активировать последнюю тему», которую мы нашли и загрузили. Нас сразу перебросило на настройки данной темы. Я не буду их рассматривать, так как мы эту тему настраивать не будем. Переходим в консоль «Внешний вид темы». И теперь мы можем удалить шаблон, который сейчас будем загружать другим способом. Все, тема удалена. Перейдем на сайт, посмотрим. Вот наша текущая тема. Итак, четвертый способ установки шаблона – это ручная заливка всех папок и файлов, которые формируют тему по FTP. На сервер. Открываем файл делу. Заполняем все поля для соединения с сервером. Для этого в контрольной панели давайте посмотрим хост, адрес FTP сервера. Копируем. Вставляем далее имя пользователя. Откройте свой файлик со всеми доступами. И выбирайте данные для входа по FTP. Вставляем сюда. Жмем «Быстрое соединение». Открываем корневой каталог нашего сайта. Сейчас внимательно запоминайте, куда нужно подгружать все темы, которые хотите установить в дальнейшем. ВП-контент. Далее темы. Именно эта папка является корневым каталогом для установки всех тем. Вот именно по такому пути заливайте все свои шаблоны. Открывайте раздел «Инструменты». Переходите в папку «Шаблоны». И здесь уже нам нужно не архив подгружать, а конкретно уже все папочки без дополнительных пустых вложенностей. Нужно закачивать уже папку, которая является корневой. То есть вот сейчас корневая. Мы кликнули и открылся весь список. Хватаем папку с файлами и перетаскиваем в область на FTP. Ждем, пока загрузятся все файлы. Итак, все файлы успешно переданы. Переходим в административную панель. Заходим в раздел «Темы». И видим, вот наша тема, которую мы уже залили по FTP. То же самое. Жмем «Активировать». Переходим, обновляемся. Итак, давайте подведем итог урока. В данном видео мы разобрали, что такое шаблоны в WordPress, а также научились устанавливать темы четырьмя способами. Первый способ – административная панель активирования шаблона из уже установленных по умолчанию с движком WordPress темами. Второй способ – загрузка темы из папки на своем компьютере. Третий способ – поиск по фильтру. Тоже из административной панели. Мы искали тему и сразу же устанавливали ее. И четвертый способ – ручная заливка всех файлов и папок по FTP. Мои рекомендации. Советую вам устанавливать темы четвертым способом. Это самый надежный способ. Ручная заливка всех файлов и папок по FTP. И обязательно, прежде чем устанавливать тему на свой реальный сайт, прочитайте документацию, протестируйте его и устанавливайте на свой веб-ресурс только после того, как сделали резервную копию всего своего проекта. Как делать резервное копирование смотрите в бонусном видеоуроке. Если остались непонятные моменты, не расстраивайтесь. Дальше мы будем устанавливать еще с вами две темы. На этом все. До следующей встречи!